Старт в спринте – начало решающего боя. Предприятия Хайлунзиана прилагают все усилия для динамичного роста производства. Они намерены достичь больших экономических успехов в первом квартале. В январе Харбинская научно-техническая компания Эвераэра достигла больших успехов. Компания выполнила заказ на 2 миллиона юаней, что примерно на 40% больше, чем за энергичные периоды прошлого года. В настоящее время разработчики компании работают над проектом панорамного роуминга для большого мира ряда и снега Харбина. Используя технологию VR-Panorama, пользователь с помощью веб-инструментов, таких как компьютеры и мобильные устройства, могут увидеть реальную сцену в ракурсе 720 градусов и посмотреть выставку в виртуальной 3D-среде. Мы использовали панорамные и цифровые технологии для восстановления большого мира ряда и снега Харбина. И к настоящему времени мы завершили 80% работ. Помимо продуктов и культурного туризма, компания также участвует в создании интерактивных преображений в образе медальфа сиренной. Одновременно разработали интеллектуальные очки виртуальной реальности. Благодаря сочетанию аппаратного и программного обеспечения, мы можем добиться еще больших результатов. С начала этого года у нас в резерве более 100 проектов, а десятки находятся в процессе реализации. Проекты охватывают образование, промышленность, деятельность, правительство и другие сферы. В первом месяце декущего года Харбинская железнодорожная компания CRRC получила большой заказ, и ей предстояло решить очень трудную задачу. Однако в период празднования Китайского Нового года логистика приостановилась, и многие материалы не могли доставляться регулярно. Они координировали со многими сторонами и использовали различные виды транспорта, чтобы обеспечить свою временную доставку в отдел производства. Благодаря технологическим инновациям мы применили технологию празднования в процессе капитального ремонта, которая способна повысить эффективность более чем на 15%, и значительно улучшить качество продукции и усовершенствовать контроль затрат. В нивере Харбинская железнодорожная компания CRRC завершила поставку 750 транспортных средств от дечественного производства и используем их для ремонта, что почти на 30% больше, чем за энергичный период прошлого года. Загазы на ремонт железнодорожных грузовиков достигли более 6,10, и ожидается, что они достигнут 9,10 за год. На старепрогатном стане Харбинская железнодорожная компания Цзенлун также вроскаре производственный процесс. Каждый день она может производить более 10-800 старинных труб, которые отправляются на нефтяное место рождения Лио Хе. В январе компания произвела 174,10 тонн нерафинированной стали, превысив месячные показатели. При этом продукция с высокой добавленной стоимостью состава 40% от общего объема, что предоставляется успешным для начала нового года. На среду с Майдапи мы продолжим внедрять технологические инновации и структурное регулирование продукции, а также искать новые точки роста в области нефтетабыти, бурения, строительной техники и транспортировки нефти.